Для конструктивизма как направление в изобразительном искусстве, архитектуре и фотографии первой половины XX века характерны строгость и лаконичность форм. Конструктивизм развивался не только в СССР. В 20-х годах в Германии существовало художественное объединение Bauhaus, а в Голландии — общество художников De Steyl. Все конструктивисты разделяли похожие идеи в своих работах. Минимум деталей, строгие геометрические формы, акценты на функционале зданий, а не на их внешнем виде. Здания в стиле конструктивизм стали появляться в Архангельске в начале 30-х годов. Они принесли в архитектуру города монолитный железобетон, большие остекленения, металлические конструкции, проявление конструктивизма. В Архангельске интересно тем, что во многих случаях он был реализован традиционным для города материалем. Хотя деревянные стены зданий в большинстве случаев штукатурились иногда под железобетон. Революционные изменения неминуемо сказались как на общественных, так и на гражданских постройках города. Добротные купеческие дома муниципализировались, приспосабливались под коммунальные квартиры. Имущество бывших распродавалось с молотка, либо сдавалось в аренду. Новые назначения получали и общественные здания. Сурское подворье стало дворцом труда, кирхоклубом индустриализации, дом губернатора, дом обороны. Это было лишь начало перемен в архитектуре города. Вокруг лесозаводов в первую очередь разворачивалось строительство жилых домов. До конца 20-х годов Архангельск оставался малоэтажным деревянным городом. В 1929 году постановлением в ЦИК из Архангельской, Вологодской, Северодвинской губернии и коме автономной области был образован северный край с центром в Архангельске. После этого решения на поездку дня встал вопрос о создании нового центра города, который бы отвечал возрастающему значению Архангельска как столице северного края. В связи с новым значением Архангельска в начале 30-х годов почти одновременно были построены театр драмы, а рядом с ним дом советов, банк и главный почтал. Все четыре здания имели чёткие геометрические формы и были достаточно выразительны без каких-либо накладных деталей. Здание Большого драматического театра в Архангельске считалось шедевром конструктивизма. Его решили строить на месте Троицкого кафедрального собора. Театр должен был быть храмом культуры. Во время строительства не хватало материала, поэтому в ход пошли старинные кирпичи Михаила Архангельского монастыря. При реконструкции театра в 60-х годах, а также начале нулевых, эти кирпичи сохранили. Главным фасадом здания было обращено к Октябрьской площади, местом проведения демонстрации. Поэтому театр проектировался ещё, как и праздничный фон, для массовых действий. Трибунами служили архитектурные элементы, пинки входа и балкон-козырёк большой протяжённости. Архангельский конструктивизм был реализован в основном на примере проектов деревянных жилых зданий. Наиболее яркий пример деревянного конструктивистского дома — так называемый дом с мансардами. Его построили в 1930 году на Петроградском проспекте. Теперь он стоит под этим номером на проспекте Алманосова. С десяти подобных домов, но уже чуть позже, на улице Северодвинской вырос преподавательский городок Алти. Дома были расположены параллельными рядами. Так представлением конструктивистов выглядел советский бесклассовый город с одинаковым для всех жильём. У всех домов был функциональный план, почти пологая крыша, большие оконные проёмы, выдвинутые из плоскости фасадов и подчёркнутые вертикальными полосами остекления лестничной клетки. Во всех домах были однотипные квартиры, достаточно комфортные даже для наших дней. Большая общая комната, две спальни. Одна такого же размера, другая поменьше. Просторная кухня, санузел, где со временем можно было свободно разместить ванну. Автор изначального проекта этих зданий — немецкий архитектор Эрнст Майн. Он был одним из первых сторонников типового строительства. В 1928 году на выставке «Айсенхоф» Эрнст Майн впервые представил это здание как своё видение идеального дома будущего. Проект Майя был выполнен в камне, а наши архитекторы, позаимствовав его, перевели в дерево. Жизнь в университетском городке ЛТ считалась самой комфортной в Архангельске. В домах университетского городка было печное отопление. Работало и водоснабжение. Уже в 60-е годы городок стал постепенно ветшать. Массовые переезды случились после постройки дома трёх институтов, построенного на набережной Северной Двины, при финансовой поддержке всех трёх существовавших тогда в Архангельске института. ЛТ, АГПИ и АГМИ, устаревший фонд строительной техники, низкое качество материалов называли разницу между задуманным и реализованным проектом и в конечном итоге дискринситировали конструктивизм, побудили отдать предпочтение классике. В 40-х и 50-х годах упрощённая архитектура теперь казалась неприемлемой. Она напоминала о прошлых бедствиях и лишениях. В этой ситуации был взят курс на использование классического наследия. В 40-е и 50-е годы стали проводиться конкурсы на декорирование фасадов зданий, построенных в стиле конструктивизма. Так появился и ныне существующий декор на здании главпочтамта.